дорогие мои показываю свои покупочки вы знаете здесь нарисованы вот он спает вот спайс хотела посмотреть набора их вообще даже по мини нет с вершины я взяла себе чудо творожок ванильный чтобы глотать больно не было чай брук бонд 100 пакетиков сметану большую упаковку ну это типа сметанный продукт потом куторок совушкин фирма творог сметану смешиваю я сделала какую-то новую зубную пасту вот так она выглядит села попробовать я даже не знаю как ее назвать было биомет биомет ну и дальше что могу сказать ходила я ходила в больницу по поводу кишечника гастроэнтеролога что вы думаете я заболела сегодня второй день так болею две в аптеке заходила не знаю короче это не мой год явно что-то я болею без конца я уже понимаю что это не мой год високосный год мне не подходит кисели две штуки взяла побаловаться от леовид так растительные пастилки от кашля доктор мом я беру либо ягодные либо фруктовые больше никакие именно эти дают такой эффект такой знаете в общем особенно когда вот фаренгит першит сюда и когда кашель все это мучительно больно противно неприятно дышать не знаешь как ну как бы обволакивает так и дает такой горячий эффект это не от ангины это даже не при фаренгитин для фаренгита они обволакивания голову он еще как-то работает но для миндали практически никак не работает вот этот корень солодки же правильно это именно вот от кашля поэтому негде на ютюбе говорят мне при ангине не помогает он не поможет да он и при кашле давайте будем честными он и при кашле не поможет потому что я вот купила антибиотик при кашле но не помогают сейчас такие где он вот клацит мне нужно вообще мне нужен был клобекс вот д 500 но это аналогично только клацит другая фирма неважно вот видите это антибиотик ну без антибиотика сейчас никуда вообще я не знаю сейчас находилась по больницам вот этим самое главное что и для значит позавчера или когда у меня значит выписал врач все я последний день сходила и слегла то есть спасибо хоть на том что я все эти дни отходила я себя заболела во время когда мне нужно потом ходить там сдавать анализы там я ждала пока неделю ждала там когда рентген не кишечника сделают было бы не очень удобно вот поэтому спасибо хоть на этом что что этот я смогла делась и хоть больницу доделать и теперь слегла спасибо так дистрентролок не выписала фломакс а фитолакс послабляющее действие это при запорах взяла пока сколько тут таблеток 20 40 вообще дорого так это значит я говорила как он работает я беру только для облегчения глотания их потому что здесь составе корень солодки имбирь эмблика лекарственная левоментол сам конечно прям уж кашля не вылечит и посадить сколько надо выжить да их их часто я же часто покупаю увидели потому что горло горло я обволакиваю ну как бы кашель не вылечит он наоборот должен наверно сделать кашель от харкивающим состав такой измеген для горло это другая аптека в другой пакетик потому что в этой аптеке не было вот цена тоже бомбовская 67 рублей вот это лизаты бактерии так когда-то мне врачу так выписал а цепал для антибиотиков я взяла нафтезин в этой аптеке не было блин опять это непрозрачно люблю когда правда прозрачная упаковка и взяла я себе кальций для треникомет жевательные апельсиновые решила я себе взять его и давно не пила а те кто пьют они прозол надо знать что не прозол выводит кальций из организма гинеколог выписал фолиевую кислоту витамин е как и многим да еще гормон выписал мне фолиевую кислоту пить не могу она маленькая таблетка но она такая острая по бокам я давлюсь ей я замучила фармацевта в аптеке говорю посмотрите может быть фолиевая кислота есть такая с округлыми с округлыми кончиками все буду лечиться и вы не болейте что-то как-то мне этот год походу явно не мой блин что-то одна болячка другая болячка прям все жесть ужас еще такая фармацевт говорит мне конечно разве сейчас можно ходить в больницу в это время игру конечно нельзя ходить а когда извините такие автаски болит думаешь вызывать скорую скорую вызовешь они начнут ворчать чё идите больницу извините когда ты ведешь половую жизнь тебя же может быть не маточная беременность даже страшно надо ни в коем случае нельзя сидеть надо ехать больницу вот чем фигня интересные такие или аппендицит нет я должна сидеть дома я так больше недели сидела мучилась ночью ныла стонала уже спать не давала вот ну чё терпи делать вот так вот вот на что мы зарабатываем на лекарстве на жрачку я же болею и так далее жрем посеем работаем жрем спим работаем да еще и болеете на улице жарко лежать вообще нельзя ходить тем не менее я пошла думаю хоть чем-нибудь куплю даже тоже шоколадку ему надень защитника мужу своему что-то там такая проблема с этими с наборами практически ничего из наборов не понравилось в основном лосьон и бритвый столок бла-бла-бла а я же мне нужно было купить то что нужно ему значит это старант которыми он не любит пользоваться делаем акс не знаю я антиперспирант написано не знаю что тут за запах тут где-то написано ли что что я читала не нашла стояли три таких из всех вот этот самый был разобранный то есть их разобрали ну я тоже взяла думаю может может какой-то вкусный аромат интересный дальше акс тоже взяла вот такой я понюхала кое-как своим еле тыщащим носом экс сайт или что это не для душа что он как тут как будто липнет да акс сайт написано так это понятно дальше из шампуня заканчивается от клеер тоже взяла вот большую сразу глубокое течение в одном с углем и мятой этого самый раз я сама люблю когда чай на дерево лимя там составе так это понятно нужно то есть такое то что нужно дальше две шоколадки пусть чай шоколадку шоколадкой тут прям так арахис он любит так что и 2 уже этой фирмы но это посмотрела мы такие не пробовали с вкусом десерта что-то ему хотя кстати им хотел купить просто торт ну чё-то уселся так увидела просто запарка для бани в сауну они ходят с друзьями поэтому просто увидела взяла думаю ладно пусть будет набор вообще хотела набор бана но не было его много дорого обошелся рукавица в бане все равны написано вот они все равны вешать ну так чисто символически в том году кстати я вообще ничего не дарила на брюс ку-ку вот в общем хотела показать маму что в этом году так 23 февраля день рождения от фаберлик такой знаете шампунь и гель сразу этот кислородный комплекс носков здесь не хватает почему постоянно нам достаются одни и те же одни и те же эти шампуни у меня уже так надоел у нас уже столько их видов было да еще что тут о парфюм парфюм туалетная натуральный спрей восьмой элемент фаберлик такой вроде как будто мы не пробовали да ксинген готовлена во франции ну почему они не пишут что здесь ну какой аромат открывать то не будем у тебя столько их что да да у тебя столько их что нафиг их открывать подарить кому нибудь да брюс поперся в общем я девчонки заболела вот сегодня в больницу биться веду потому что я рассказывала гастроэнтерологу то есть ходила за одной болячкой я говорила что я не пойду в больницу потому что эпидемия гриппа сейчас сходит на шуме говорили ой она уже прошла иди ошибку которая совершила я не носила маску в больнице это была ошибка идиотизм вот дура это вообще 2 недели проходила нормально единственное что когда у меня было гдс зонт лампочку желудок смотреть у меня уже такой в этот день симптом был горло болело простудой и в общем то я не прошла эту лампочку побоялась врачи попросила их подержать мне руки потому что у меня рефлекс когда мне что в организме больно происходит потому что у меня руки поднимаются я могу себя инвалидом сделать да этот шланг дергать и врача там за пипичку например зачем нам это надо все лишь прошлый раз когда мне делали такой ход там был один десятый год вот мне спокойно подержали руки тут там люди в кабинете меня не стали держать отказались в общем не сделала вот показывала значит видео вам во влоге аптечку свою в итоге сейчас аптечка вся опять вернул короче примета такая что не надо было ничего показывать ни где аптечки и заболела я заболела я конкретно гриппом это чувствуется она уже различается немножко от ОРВИ и от простуды сразу сразу начался с кашля ни горло не болело ни сопли потепли я сразу начала кашлять меня это так испугало так как по телеку говорили что там что-то пневмония я вот сейчас сижу опять дома в невидиме и боюсь вдруг у меня свиной грипп а я сижу когда у меня начался кашлят так как у меня никогда простуда так не начиналась я подумала что у меня бактериальная ну как это бактерии потому что вирусная у меня никогда как может вирусная попасть сразу в легкие она уже сначала здесь поражает а потом поражает легкие она спускается я подумала у меня бактериальная пошла купила антибиотик стала прийти антибиотик сейчас теперь я их пью потому что девать ей некуда потом уже выяснился на второй-третий день когда я стала чихать когда у меня температура стала подниматься до 39 и это все стало понятно что у меня грипп вот что хочу сказать пополнила я ряды тех тоже кто заболел не просто простудой а именно гриппом так еще и прикольно проходило все значит дошло до того момента когда врач газонтролова значит последний прием мой выписал мне лекарство до этого дня это была пятница и субботу после обеда мне стало уже плохо муж тоже хворает но чуть как это устойчивее чем я но ну во первых это может у него и разыграться это может просто у него кочегарится пока но дай бог чтобы этот в общем я не знаю жестко сейчас гербион харкивающее пил болит невозможно который болит здесь сразу когда началось сразу стало больно кашлять в горло как будто что-то вылетает вот так стреляла сейчас кашлять невозможно если это голова раскалывается температура не поднимается высокая в 39 особенно на ночь вечером по поводу комментариев по поводу беременности что я переживаю не переживаю да вначале я очень сильно переживала глубоко в душе все мы переживаем те кто просто так не может забеременеть но в этот раз я вообще гинекологу не собиралась я пошла гастроэнтрологу по прописке где мы находимся нас гастроэнтролога нет в поликлинике я пошла в краевую это большая больница естественно как областная в любом городе пошла туда сразу гастроэнтрологу но они в любом случае мы же женщина ты ведешь половую жизнь ведешь половую жизнь они в любом случае направляют гинекологу хочешь ты того или нет плюс хирург если это аппендицит аппендицит у меня был воспален но они всегда говорят может быть это молодцы может нет нет лишних органов у нас нет они говорят воспалился прошло прошло вот так что ну сказали якобы была инфекция какая-то я до сих пор не могу понять где я могла ее взять делали мне этот рентген так когда в баре в задницу водят я называю говнобарий неприятное ощущение целую банку пять литров там пять литров пять наверное толстый толстый кишечник не знаю вроде не знаю есть ли плюсы в том что я ходила нет ли мне надо было ходить я не знаю ну вот отправляют гинекологу пошла я к гинекологу вообще я к ним пришла все же кипишь друг это внематочная друг это внематочная но боли же адские у меня были сильные боли я не могла спать ни на левом боку ни на правом боку ночью это пипец и пошли мы сделали УЗИ изначально перед гастроэнтерологом мы сделали УЗИ заплатно ничего не увидела она вот здесь ну как потом я читаю в интернете и спрашиваю у девчонок они могут вообще не видеть до четвертого месяца что ты беременна то есть такой еще бред это не знаю ну это ладно до четвертого это я наверное ошибаюсь ну в общем долго они не видят пока вот полотцена не на счет расти они там до 2 месяца не видят отец на беременность якобы вот мне сама врач сказала могут врать до четвертого до пятого месяца беременности не знаю как такое может быть все равно же хагачи растет пусть даже он не плохо растет но он же как то растет маленький совсем хагачи не может быть потому что да ребенок вообще отталый но у нашего этого я думаю смысла нет если маленький хагачи до сотки ну это не нормально ребенок мне кажется на свои глаза смотрю такие блестят кстати хотела что показать вам африн вот африн вообще у меня нос больной у меня за третий день закладывает нос чуть закапала через 5-10 минут он закладает опять ну он все болит естественно все же здесь болит shavedload Ну, вирус, да, делает свое дело. И тут написано до 12 часов. Как его? Якобы будет разложено. Ну, конечно, у меня до 12 часов не это. Я взяла с эвкалиптом и ментолом. Либо ментолом, либо эвкалиптом. Я не помню, что это. Там, короче, камфора на самом деле. Не вытекает из носа и не стекает в горло. Это правда. Это вообще реально, мне кажется, мне кажется, его будут выписывать даже эти отологи, на самом деле. Такой прям, ну, значит, состав оксиметазолин. Оксиметазолин я такой не пробовала никогда. Так что. И вот он, на самом деле, сейчас я хоть могу спать полночи, я хотя бы сплю. А то я же вообще не спала, потому что я же ложу, засыпаю, и у меня закладывают ноздри. Я, естественно, я просыпаюсь. Но мне и так тяжело засыпать. Димедрола ничего нету. Димедрол их сейчас просто не продадут без рецепта. Какие там есть. утнотворные, я не знаю. Так вот, что я рассказывала. Вы мне писали, многие писали. Кажется, не переживай. Пятое-десятое. Я не собиралась к никакому гинекологу. Вот о чем я говорю. Я не собиралась к нему, то есть, вот это прийти, помогите, я не могу забеременеть, помогите. Нет, я не собиралась от этого. Нет. Вот уже я сделала, уже ничего не показала, мы с мужем обрадовались, поехали к гастроэнтерологу. Я еще дура поперла мужа в больницу. Мало того, что я маску не одела, мужу не одела маску. Два идиота. Какие дети? Детей заводить нельзя. Какие дети? Сами идиоты очаренили. Я вообще в шоке. Не, ну на улице эпидемия. Не зря мама мужа говорит, вы два сапога пара, вы друг друга стоите. Ну как можно прийти в больницу без маски на морде? Сами виноваты. Ну, такой вирус тяжелый. Чего так болит вообще? У меня такого вируса довольно не было. Ой, сейчас обчихать буду. Вот, так что я говорила? Чихнула я. Все, наверное, уже все переболели. У нас на улице сейчас тепло. Ну, сегодня сейчас дождь. Ну, вот эти последние два дня. Плюс 15. Кстати, что я хочу сказать. Я вот родилась, жила в Актау. Это город на берегу Каспийского моря. Казахстане. Там полуостров Мангышлак. Степь же в основном. И вот с моря, ветер с моря дул. Песня, когда появилась, была очень актуальна в нашем городе. Может, на море жили. И ветер с моря дул. И там постоянно ветра. Песок и ветер, песок и ветер. Там, и там все равно зима была холодная. Январь, февраль он всегда был холодный. И ветрища. Это первая зима, которая теплая. Я такой зимы нигде не видела. Нигде, на самом деле, нигде я не видела. Мне кажется, это какое-то потепление. Я извиняюсь, что это такая страшная. Мне говорят, что я побольше влогов снимала. А мне, если честно, вообще не хочется снимать влоги. Несколько честно. Потому что я не чувствую одачи. Пишут мало комментариев. Подписчики есть, но они не пишут. Так что я говорила? Она говорила о том, что я не справлюсь в лукову. Они меня... Когда я пришла к гинекологу, она мне выписала УЗИ. Нет, УЗИ сразу не выписала. ХГЧ. Естественно. Я говорю, ну вот же, есть у меня УЗИ. Я сделала заплатно. Ёлки-палки, чё, блядь, я уже пришла, я вам показываю УЗИ. Мы УЗИ не верим, она говорит. Нет, ну понятно, потому что УЗИ может не увидеть на раннем сроке. Ладно, хорошо. Сделала ХГЧ. ХГЧ у меня был 15,74. Хирург. Днеполок. Так ты беременна? Я же давай подсчитывать. Не сходится. Слишком маленький ХГЧ. Это ХГЧ на первой неделе. На первой неделе уже должно быть... 25. Чё-то не то. Вот. Я и то соображаю, они на тупят. В общем, вот это они мне с панталыки сбили, девочки. Поэтому я купила вот этот долбанный тест. Вот это они мне сбили. Ты беременна, ты беременна. Ещё раз на ХГЧ она мне написана правила. Опять на УЗИ направила. И вот это вот, когда я на УЗИ ходила. Я не знаю, в тот день я заразилась или нет. Но вот это была пятница. И в субботу всё уже накрыло меня. Сейчас сажу, температура прям. Вот так я не собиралась. Не скажу, что я там как-то парилась. Ну, вы не думаете так. Что я в эти тесты покупаю. Я вот этот месяц, получается, из-за того, что они меня, как сказать... Ну, вот врач она меня как бы как-то, не знаю, обнадёжила, что ли. Ну, врачи такие, они на ранних сроках, они не понимают, беременна-то или нет. Хотя там должна вроде бы цвет менять, половые органы, или матка должна синить, что ли. Я не знаю, точно. У меня это, наверное, должно быть какой-то срок уже, может, третий месяц уже. У нас ещё поголовно все беременеют. Двоюродного брата, жена в Краснодаре беременеет, забеременела. Здесь с октавы тоже у меня брат двоюродный переехал. Его жена забеременела. Они нарочно это делают? Шучу. Они прикалываются, они издеваются. Не все второй раз уже, а ты не можешь первый. Так, к чему я это веду? Я не так уж прямо парюсь, не парилась по этому поводу. Я сейчас гораздо парюсь о том, как победить этот зловещий грязь. Магазин и пятёрочка, и вершина. И вообще я захотела мясо сделать нашей домашней шашлычнице. Да, Брюс? Кет, кетчебар. Вот, иди там ноутбук. Ой, этот. Значит, у нас мандарин, это с магнитом. Дальше. Это у нас пятёрочка, по-моему. Пятёрочки я взяла Леча. Пиканто Леча фирма. Это к мясу. Так. Да, Брюс? Вот такой вот Кэти. Вот. Это Кату. Такой тоже. Дальше. Черемша солёная. Давно не покупала, очень захотелось. Люблю я её. Так. Супли. Так. Дальше. Ее из баклажанов по-корейски. 500 грамм. Экоферма. Гляньте, что делает. Прям по еде. Выглядит. Делаю вот так. Так. Это мужа халва. Халву я не ем. Так. Рафаэла. Это на 8 марта подарок. Дарить в такой упаковке новой. Блин, а почему она помялась? По-моему, или мне кажется. Да, она помялась. Не знаю, как такое дарить. Так, Брюс, отойди. Мы же снимаем на камеру. Взяла попробовать сок нектар морковно-яблочный. Из консервантов что-то. И, по-моему, от пятерочки остались только огурцы. Потому что в пятерочке помидоров не было. Огурцы. Это у нас магнит. А вот это аптека. В аптеке я взяла доктор Морн. Всегда постилки. Со всем мы. И семьей нас першит. Горло и шалфея листья. Хотела в пакетиках, но в пакетиках не было. 45,25. Так, в магните мы взяли сок добрый. Персик яблока. Потом фитнес. Мне очень нравятся вот эти батончики. Так, это мужа раздавилась. Там мы на озеро ездили просто сейчас. И мы вот брали сок и пирожки с собой. С дуба пирожок с вишней. Так, мы уже взяли груша-бдичь какая-то. Ягод царица. Узвар. Кубанский пищекомбинат. Это мы домой пить. Так. Это я съела уже. Так, это болгарский перец. Такой большой. Потом в любимый ем. Корж молочный. Помидоры. И в мясной магазине мы заезжали здесь 1,6 кг свинины. Вот она. Что-то понятно. Да, Брюска? Да, Брюска? Картошка. Просто тупо вспеченная картошка. Не поджаристая, в общем, будет. Так, а мы тут шашлыки делаем. Крутится. Да, по советам подписчиков, да, сделали из шеи. Да, еще того канала, когда у нас было видео про шашлычницу, первый раз мы готовили, нам посоветовали готовить из шеи. Да? Угу. Вот. Вот купили мы шею, значит, будем пробовать. Пока ничего не подогорает. Ну, не поджаривается. Ну, хотя она уже такая, такая блестит, сок пошел. Угу.